25-летняя Анастасия Филиппова и старший по дому не в диковинку переклеивать обои и жить вот так с полуголыми стенами. Нет, это не развлечение, не эксперименты с интерьером, просто нужно устранить очередную трещину в стене. Анастасия получила квартиру в этой кирпичной трехэтажке как сирота. Вместе с ребенком заехали в однушку 5 декабря 2016 года. Тогда, как признается молодая мама, счастью не было предела. Оно и понятно, наконец-то собственная квартира по очереди дошла и до нее. Правда, продлила счастье недолго, до весны, пока не появились сырость, плесень, а с ними грибок и насекомые в придачу. Сначала звонила в министерство, потом я стала говорить застройщику, они пришли мне, то есть плесень я счистила сама. Они мне помазали, замазали и сказали, не работает вытяжка, проблема в вытяжке. Я установила в свою квартиру принудительную вытяжку, которая у меня практически работает без конца, ее не выключаю практически. Вытяжку она установила на свои деньги, как и дополнительные секции к батарее, потому что зимой было холодно, несмотря на то, что котел работает в это время на максимуме. Но вытяжка не помогла, плесень по осени снова вернулась, плюс добавились те самые трещины, и это не считая периодических проблем с газом в доме. Она тянет в обратку, она должна тянуть, прям затягивать, она не тянет, хотя окно на данный момент, оно открыто, оно не работает. Устали бороться с плесенью в квартире номер 98. Вот она уберется, и здесь вообще нет, она все, бесполезно, ну все, она через пару дней опять выйдет. Потирает губочкой Надежда Унисиева с весны прошлого года, спустя три месяца как заселилась. Девушка-мать-одиночка с двумя маленькими детьми. Желательно бы хотя бы плесень убрать, потому что у меня двое маленьких детей, я дышала этим беременную. У нас не работают вытяжки абсолютно, то есть вытяжки в квартиру, а не из квартиры. При готовке находиться на кухне невозможно, особенно летом в такую жару. 82-летняя вдова военного Валентина Алексеевна живет в третьем подъезде. На текстильщиков переехала вместе с внуком, можно сказать, против воли. Прошлый дом на Неконорова 5 в Ишиевке признали аварийным. Увидев нынешнее место жительства, пенсионерка с ее слов сразу приметила все недочеты жилища. От переселения отказалась. Тогда местная администрация завалила письмами, мол, либо так, либо вообще без жилья останетесь. С претензиями бабуля дошла до Путина. Правда, пока ответа не получила. Вначале, как я только перешла, также была плесень и на окнах, и на стенах. Вот угол в основном. На стене угла, на окнах. Все окна были плесень. Окна я вызывала, приглашала мастеров. Мне обшили их и вроде пропенили. Но дом садится, и смещение поверхности все равно сейчас продувает окна зимой. В отличие от Валентины Алексеевны, большинство жителей дома все это время, не считая последних месяцев, общались с вышестоящими инстанциями в устной форме. Поэтому что-либо доказать без официальных писем сложно. Я очень сильно просто боюсь из-за сырости. То есть, трещина, ну ладно, трещина, как бы это, может там что-то сыграло, да, действительно, но я боюсь за сырость. Потому что сырость – это пневмония. А пневмония, ну, по сути, это смерть. У меня у ребенка есть предрасположенность к бронхиальной астме. Я не хочу, чтобы я с ней ночами не спала, чтобы у меня ребенок страдал. Из 111 квартир в доме номер 51П заселено 60. В основном здесь как раз живут дети-сироты и переселенцы. Как жаль, что камера не передает ощущений запахов, но здесь действительно пахнет сыростью и очень влажно. Дому чуть меньше пяти лет. И вроде бы это видно, но только снаружи. Внутри он тянет на 25, а то и на 35 лет эксплуатации. И почему-то не видны водостоки и снегозадержатели на крыше. Смущает и вода в подвале, которая, судя по всему, является главной причиной возникновения сырости. К тому же дом построен на болотистой местности. Воды почти по коленам. И это несмотря на аномальную жару. Где-то на полметра вода стоит. Мы пойдем в платье. Зачем нам реченька? Ну так, смотри, смотри. Сиди. В такой же аромат, представляете, да, то, что у нас происходит здесь? Да. Министерство строительства архитектуры с осмотром приезжали несколько раз. Последние спустя два дня, после выхода материала на сайте ulpravda.ru. Тогда в Минстрое подтвердили наличие дефекта в доме и подали иск в суд. Нашей съемочной группе информацию подтвердили правду в письменном виде. Проверок больше не делали, но застройщика якобы обязали устранить все недочеты. 3 июня 2020 года сотрудниками Министерства осуществлен плановый осмотр вышеуказанного дома. В ходе которого установлены замечания, а именно, отсутствует естественная вентиляция. В подвальном помещении постоянная сырость и затапливает. В большинстве квартир не пропенены подоконники и откосы. Трещины на стенах в подъездах и в жилых помещениях. Плесень в большинстве квартир. 8 июня 2020 года Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области направлено исковое заявление в суд о принуждении застройщика устранить строительные дефекты. В свою очередь, застройщик от выполнения своих гарантийных обязательств не отказывается и уже приступил к работе по устранению дефектов. Застройщик дома – компания ООО «Энергосервис». Мы связались с ее директором Петром Лебедевым. Он пояснил, что его дело построить согласно проекту. Если что-то не предусмотрено техническим заданием, вопросы не к застройщику. По его мнению, дальше должны кооперироваться сами жители и управляющая компания. Они даже в управляющую компанию никому не хотели. Собственное управление приняли, значит, ничего не хотят. Что-то за заряженный счет получают. Ну, дом-то сейчас, в этом году только в управляющую компанию передали. Наверное, да, некоторые вещи, наверное, проекта не рассмотрено было. В месяц управляющая компания можно было решать, что это. В первую очередь нам надо это. В любом случае, в центре Асофии нет. И воду надо убрать. Вот это откачивание пока, вроде, до половины там уменьшилось. Мы, что-то не люди, что ли, что-то понимаем, что это. Вместе с ним уже будем работать. Съемочная группа Улправда ТВ продолжит следить за развитием событий. Принат Альгулова, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ из Ульяновского района. Новости Улправда ТВ